Сегодня делюсь еще одним фрагментом из Библии, который для меня стал близким очень. Это известный стих из книги Малахи, 3 глава, 10 стих. В одном из переводов этот стих звучит следующим образом. «Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, — говорит Господь сил, — и посмотрите, не отворю ли я вам окон неба, и не изолью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить?» Вот этот стих в определенный момент жизни стал для меня большим ободрением, потому что я понимаю, что здесь говорится не просто о каком-то материальном даянии, за которое мы вправе ожидать от Бога воздаяния. Здесь заложен глубокий принцип того, что мы можем нашей верой, нашей преданностью Богу, нашим посвящением, нашим актом веры, какими-то деяниями веры, шагами веры, да, подобно Аврааму, испытать Бога, и это очень трогает его сердце, это очень нравится Богу. Он замечает эти шаги в нашей жизни, даже тогда, когда мы делаем это в трудные времена, когда наше внутреннее душевное состояние может говорить о том, что, ну, все беспросветно, да, как-то и Бог забыл о нас, и люди забыли о нас, и вообще все, что мы делаем, оно как-то все впустую, все бесполезно. На самом деле Бог говорит о том, что Он это видит, для него это ценно, и Он ободряет нас в том, что, испытывая таким образом Господа, доверяя Ему, принося Ему нечто ценное, да, в нашей жизни перед Его лицом, Он, в свою очередь, обещает нам, что натворит свои окна неба, и зальет благословение так щедро в нашу жизнь, что у нас не хватит места их вместить. Это дает большую надежду, это очень окрыляет, это дает радость доверять и продолжать Богу, чтобы в нашей жизни увидеть ответы на те молитвы, на те ожидания, на те откровения, которые мы получили от Бога в нашем сердце, и которые мы ожидаем, что они, настанет момент, настанет время в нашей жизни, когда они будут исполнены, как Бог явит, да, свой ответ в нашу жизнь. Ободряем вас держаться Слово, уповать на Господа, потому что Бог верен, и пусть это откровение, этот стих будет вдохновением для вас в такую минуту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!